В 2017 году при поддержке «Единой России» стартовала программа по благоустройству городов страны. На эти цели в бюджете заложено 20 миллиардов рублей, еще 500 миллионов было выделено дополнительно на обустройство парков и скверов. Все работы в рамках программы будут проводиться и за счет федерального, и за счет регионального бюджетов. Как будут тратиться деньги, выделенные на эти цели, мы узнаем у Владимира Панова, заместителя председателя Комитета Госдумы страны по экологии и охране окружающей среды. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как будут тратиться деньги, выделенные на благоустройство городов? Как изменятся наши города после того, как программа заработает? Конечно же, главная цель этой программы, чтобы действительно города изменились. И если говорить о предыстории, то дело в том, что в 2016 году, когда у нас проходила выборная кампания в Государственную Думу, у нас вернулись одномандатные круга. И на встречах с избирателями очень много избирателей как раз просили обратить особое внимание на общественное пространство и на благоустройство дворов. По этому рамку подготовки к бюджету, к второму чтению на 2017 год, фракция «Единая Россия» вынесла как раз предложение по добавлению 20 миллиардов на эту программу, на городскую среду и отдельно 500 миллионов на благоустройство парков малых городов. Если рассматривать застройку наших с вами городов, населенных пунктов, то в первую очередь мы видим старую советскую планировку, старую советскую архитектуру. И, соответственно, преобразование как домов, так и дворов, нечто современное, это, конечно же, очень большие затраты. Даже если говорить, у нас с вами был период затяжной, когда появлялись новые микрорайоны по принципу колодцев, когда минимум квадратных метров отводилось на парковке и дворовой территории, но зато максимум метров отводилось под жилье. То есть, соответственно, с этим наследством тоже что-то нужно делать. Поэтому работа системная, очень тяжелая. Сейчас во многих регионах как раз начинают подходить именно к проблеме общественных пространств. На что, по-вашему, пойдут миллиарды, если во многих городах ситуация такова, что прежде чем обустраивать, надо перестраивать? И не возникнет ли соблазна освоить деньги не по назначению? Ну, наверное, очень важное замечание, что хотелось бы отметить, что у нас есть с вами сейчас фонды по капремонту многоквартирных домов. Поэтому прежде чем приступать к благоустройству тех или иных дворных территорий, нужно будет обязательно учитывать, и у нас это тоже требование, не запланирован ли капремонт соответствующего многоквартирного дома. Чтобы, иными словами, мы не положили свежий асфальт, а завтра придем и будем менять трубу, и все заново сломали. Могут ли жители участвовать в обсуждении проектов на начальном этапе и определять наличие парковых зон в городах? Дело в том, что после того, как мы приняли бюджет и выделили эти деньги, то дальше уже была подготовка к восстановлению правительства. Потому что все выделение уже денежных средств идет по линии Министерства строительства Российской Федерации. И в правилах субсидии отдельно прописано, что вовлечение жителей, согласование с ними эскизных проектов – это обязательное требование для получения субсидий. Потому что на сегодняшний день, если подводить некую черту, то абсолютно все регионы, которые могли принять участие в этой программе, подписали соглашение с Министерством строительства Российской Федерации. Это значит, что все регионы получат эти субсидии. Дальше будет обязательное требование, что каждое благоустройство, каждое действие должно обязательно быть согласовано уже с жителями. То есть вовлечение жителей – это очень серьезное системное изменение. Потому что мы с вами прекрасно помним, как обычно происходит благоустройство. Жили-были, приходим, что-то делают, потом видим результат. Прилежит, например, плитка тротуарная, стоит какой-то заборчик, еще что-то. Мы считаем, что сейчас подход должен, в принципе, измениться. Потому что, в первую очередь, любое благоустройство, особенно в дворах, это делается для жителей. И поэтому нужно задать вопрос жителей, что бы они хотели, в первую очередь, чтобы появилось в дворах. Второе немаловажное изменение – это сами парки. Потому что, если говорить о парках, это одно, наверное, самое главное место отдыха горожан, особенно малых городов. И это, наверное, неотъемлемая часть и экология города. Поэтому, чтобы сделать его современным и комфортным, то, конечно же, в первую очередь, нужно спросить у жителей, что бы они хотели. И что необходимо сделать для того, чтобы проект стал действительно публичным? Конечно же, в первую очередь, это желание с обеих сторон, со стороны исполнительных органов. Потому что, в конечном итоге, эти деньги будут освоены органами местного самоправления, то есть администрациями. И, конечно же, желанием своих жителей. Поэтому, в первую очередь, мы постараемся сейчас по линии партии и также по линии администрации максимально информировать жителей о том, что мы очень нуждаемся в их мнении и в их помощи с точки зрения определения того, что делать в первую очередь и как делать. Второй момент, конечно же, это непосредственно процедура общественных слушаний. В представлении субсидий есть правила и требования о том, что должны быть проведены именно публичные слушания по эскизному проекту. Мы пригласили наших партнеров, это ОНФ, которые должны присоединиться именно с точки зрения контроля. Также мы будем просить и жителей помогать нам в части реализации. Потому что после утверждения эскизного проекта необходимо еще организовать сами работы. Потому что есть 44 ФЗ, и администрации, соответственно, населенных пунктов будут организовывать как торги, так и работы. Но общественность, мы очень надеемся, поможет нам проконтролировать как сроки, так и качество. Спасибо, Владимир Александрович. Я напомню, что о том, как будет реализована программа благоустройства городов страны, мы говорили с Владимиром Пановым, заместителем председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!